10 дипломов 1, 27, 2 и 36 третьей степеней. Таков урожай школьников Брещины в республиканских испытаниях 2015. Это лучший результат за последние 10 лет. К слову, в прошлом году трофеев Министерства образования Республики Беларусь у берестельских олимпиадников было меньше, а это значит, что жажда знаний и стремления быть лучшими у будущих абитуриентов с каждым годом растет. Физика, информатика и химия, русский язык и литература, история – это не полный список учебных предметов, по которым сборные команды школьников области показали высокие результаты. В их числе испанский язык, углубленное изучение которого позволило десятиклассницам 5-й гимназии города Бреста завоевать дипломы третьей степени. С каждым годом задание все сложнее, планки все выше наши, поэтому надо приложить еще больше усилий, чтобы в 11-м классе вообще первые дипломы взять. Конечно, нам очень помогла наша любимая Людмила Николаевна. Это настоящий профессионал своего дела, и она помогает нам погрузиться в эту атмосферу испанского языка, тем более, что он не так распространен в нашей стране, и поэтому нужно прочувствовать все тонкости, даже вдалеке от этой страны, и это очень сложно на самом деле. Конечно же, я очень горжусь нашими девочками, и хочу сказать еще огромное спасибо учителю английского языка, которая подготовила победителя, Прокопчук Светлане Прокопчине. Конечно же, мы стараемся работать со всеми нашими детьми и радуемся нашим общим победам. Интеллектуальный успех 2015-го на Брещене – это закономерный результат грамотной подготовительной работы, состоящей из гармоничного тандема учителя и ученика. Именно поэтому среди награжденных и педагоги, благодаря труду и профессионализму которых, многие школьники получили свои первые серьезные награды. В этом году учащиеся Брестской области на заключительном этапе Республиканской Олимпиады завоевали в общей сложности 73 диплома. Это на 15 дипломов больше, чем в предыдущем году. И здесь, конечно, основной вклад в это достижение унесли такие регионы, как город Барановичи и город Брест, Московский и Ленинский район. Обл. Исполкомом принималось в свое время, несколько лет назад, решение по дополнительному финансированию занятий учащихся, одаренных. Проводились дополнительные сборы. Ребята могли участвовать в различных товарищеских олимпиадах, взаимодействовать с авторскими коллективами высших учебных заведений различных. Поэтому в конечном итоге, при достаточно высоком старании самих олимпиадников, мы получили неплохие на сегодняшний результаты. Сегодняшняя минута славы для этих молодых людей должна стать часами и годами. И тогда ими будут гордиться не только земляки, но и вся страна. Но для этого им еще предстоит много и долго работать. И стоит помнить, что успехи будущие принадлежат тем, кто спрашивает к нему дорогу.